Будущих фигуристов и хоккеистов начнут готовить в одном из детских садов Первоурайска. Сегодня там открыли каток с искусственным покрытием. Возможности площадки, аналогов которой нет в Свердловской области, оценили глава Первоурайска Игорь Кобец и наша съемочная группа. Они скользят вперед, выполняя саночки, елочку или змейку. На новом катке дети изучают азбуку фигурного катания. Алена Хромцова стоит на коньках уже три года. Говорит, начинала пробовать свои силы на настоящем льду. Сейчас осваивает упражнения на искусственном. Я катаюсь очень хорошо, быстро умею делать сапельку на льду. Мы занимаемся здесь тренировкой и растягиваемся. Я хочу, когда я вырасту, стать фигуристкой. Сегодня свои навыки на катке с искусственным покрытием юные фигуристы и хоккеисты показывают главе Первоуральска. Именно благодаря инициативе Игоря Кобца в Первом детском саду обустроили новую спортивную площадку. На эти цели из местного бюджета выделили более миллиона семисот тысяч рублей. Это еще одно дополнение в программу общего физического развития наших юных Первоуральцев. Зал получился такой хороший, комфортный лед. Наверное, для начала, для первых азов это то, что нужно. По-моему, отлично получилось у нас. Такой лед из сверхпрочного пластика должен прослужить более десяти лет. Занятие на нем будет проводить мастер спорта по фигурному катанию Марина Ячменева. Инструктор признается, пока сама привыкает к новым условиям. У меня трудности, потому что лед не такой скользкий. Не такой, не знаю, для меня гладкий. Такой же ровный, не такой скользкий. Лед безопаснее? Безопаснее, для детей безопаснее. Можно ехать на одной ноге, выполнять сложные элементы. Планируется, что занятия на искусственном льду будут проводить раз в неделю. Родители этому только рады. Дали нам возможность научить своих детей кататься на коньках. Также большая благодарность за то, что бесплатно мы можем заниматься. То есть начальные навыки мы здесь уже, а в дальнейшем дети уже выбирают сами, чем они будут заниматься. Для занятий в детском саду приобрели все необходимое оборудование. Коньки, защитные шлемы и наколенники. Здесь надеются, что смогут воспитать не одно поколение фигуристов и хоккеистов. Дмитрий Солюков, Петр Спиридонов. Новости Первоуральск.